в стамбул пришло лето и самая настоящая жара в тени уже несколько дней плюс 27 плюс 28 градусов тепла как же спасаются местные отправляются на ближайшие пляжи принцевых островов также ребятки вопрос в последнее время гуляют в горе как проникают вот такие лодочки что-то новое какая-то новая услуга типа водного такси они его запустили в марте если я ошибаюсь марте финале насекают они по пасфору едят на острова а будки где платить нет учет не знаем пока с морским такси мы и разобрались поэтому выбрали проверенный путь доплыть до ближайшего острова на пароме мы приехали рано утром по надеявшись что на корабле будет больше свободного места но 20 миллионный город не обхитрить народу было столько что нам пришлось стоять всю дорогу вспоминались наши зимние поездки на принцевые острова когда на сиденье можно было даже прилечь дима как тебе поездка на пароме до дно вообще почему облина забыть вообще по поездке на выходных на эти острова пользуются статусом безработным активным потому что там какая-то рода народу уже 10-30 паром уже набит так что там даже стащит на самом деле там ни чеку не попить ничего абсолютно но позавтракав мы отправились на поиски транспорта к пляжу мы хотели попасть на пляж ноя на противоположной части острова потому что по нашим прикидкам там должно было быть чище и свободнее короче пазл доставкой на пляшное разрешился но это вот прямо надо было побегать короче ходят местные автобусы вот та бесплатная лодка и была версия что ходит такси но такси по ходу в сезон для иностранцев и нет для снабитян не ходят когда вышел воспользоваться местным такси нужен местный кемлик где у вас списываются деньги как-то за поездку какой-то документ прикладывают полидатор вы соответственно вперед а для всех остальных вот такие вот электроавтобусики причем поймать его достаточно сложно и вот та ладья которая за мной ну ее мы еще не достигли по моему ходит она раз в час вот мы и шли на автобус чтобы смотреть остров заодно и быстрее будет еще сейчас мы открываемся на пляж посмотрим на какой он хорош и расскажем вам мы уже неоднократно бывали на кинолиаде и буюкаде и конечно летом на главных улицах этих островов царит хаос с другой стороны зимой когда здесь никого нет и делать тоже в целом нечего кроме того как гулять среди закрытых домиков и вилл летом же здесь толпы гуляющих и размер аренды всех этих красивых домов особенно увеличивается к выходным но все равно иметь под боком такого мегаполиса острова с пляжами и зелеными лесами очень выручает друзья мы не пошли на ноя пляж мы нашли пляж посимпатичнее тут есть все и душевые туалеты и лежатые с зонтиком на одного человека 45 лет вместо на лежаке в общем то здесь очень приятно но хотелось бы отметить что на всех принципах острова пляжи это камни это водоросли ну в общем здесь не найти такой песочный пляж с прозрачной водой но все равно для жаркого дня для лета отдыхать здесь замечательно мы заметили что турки приносят с собой целые обеды и едят из кастрюлек для тех кто не хочет тащить сюда свои харчи работает буфет странное прочтение слова гамбургер картошка пихается вовнутрь короче из наших исследований два пляжа рядом новый пляж и халк пляж халк народ народный пляж недорогой они находятся друг от друга примерно 100 метров по пляжу разница вообще никакой везде ганька все одинаково у тех ребят есть бассейн кому нужен бассейн можно туда вот по сервису по всему остальному все это все одинаково там есть ресторан с пациентами тут есть буфет также душ ну и дальше выбирайте на этом пляже в основном отдыхают турки но есть и иностранцы поэтому купаться можно в любой одежде не испытывая неловкости зона для купания огорожена сеткой от медуз и водорослей если заплыть подальше в достатке будет и того и другого в эту бухту также приплывают яхты пассажиры которых купаются в открытом море также мы заметили спортивные яхты и те и другие еще больше украшали пейзаж чтобы попасть обратно на пристань нужно выйти на дорогу и ждать когда проедет долбуш передвигаются по острову они в основном без системы так что надейтесь что он приедет побыстрее единственное неудобство с этого пляжа недостаточно просто выбраться потому что мы ждали порядка 20 минут долбуш приехал что-то похоже на такси электрическая таксишка и попросил оплату стамбул карты нам не хватило но он нас сейчас везет чтобы мы положили деньги на станции вагон и расплатились окончательно но это очень здорово мы объехали вокруг всего острова и пришли к выводу что самые загрязненные зоны отдыха находятся по обеим сторонам пристани в этой части острова лучше гулять или сидеть в одном из кафе любуясь морем за более чистой водой и езжайте в другую часть острова это касается не только кинолиады но и острова буюкада обратный путь мы тоже простояли причем даже выйти на внешнюю палубу было невозможно мы решили что в следующий раз поедем на острова в середине недели и обязательно с ночевкой чтобы никуда не торопиться и спокойно отдыхать